В эфире новости спорта, подготовленные агентством Тюменская арена. В студии Ван Лобов. Здравствуйте! Хоккеисты Рубина и Сырар Ки за первые два матча на площадке Сибиряков сделали мощнейшую заявку на лучший финал плей-офф в истории ВХЛ. Обе встречи закончились в овертайме, а успех пришел по разу к каждой из команд. В повторной дуэли оппонентам не хватило восьми заброшенных шайб, чтобы избежать дополнительного периода. Ведь каждый из соперников записал на свой счет по четыре гола. Для тюменцев началось все более чем радужно. Окрыленные победой днем ранее подопечный Михаила Звягина буквально смяли карагандинцев в дебюте. Первое же удаление в составе гостей реализовал Алексей Князев, умело подставив клюшку под бросок Егора Попова. А затем Илья Карлин поймал на противоходе Эдуарда Рейзвиха. 2-0. Мы всегда вратаре разбираем, да, конечно, помогает, но обычно все равно не всегда бросаешь туда, куда, как бы говорит тренер, как получилось, так получилось. Но гости вернулись в игру еще до перерыва, также воспользовавшись большинством. Артур Сарваров нанес идеальный бросок под перекладину. Начало бывает всякое, да, были ошибки, мы пропустили шайбы, необязательные. Но мы же команда, мы боремся и стараемся переломить ход игры. В полной степени гостям это удалось во второй 20-ти минутке. Впрочем, началась она вновь по сценарию Рубина. Вадим Кравченко замкнул передачу из-за ворот Дениса Ичменева. Но Александр Борисевич не дал уйти гостям в нокаут, оперативно сократив отставание до минимума. А на заключительной минуте периода Олег Ломаков вновь наказал хозяев за нарушение правил. После такого фортеля гостей встряхнуть тюменцев постарался капитан Станислав Тунхузин, который одолел, в честном споре, более высокорослого и массивного Андрея Ряшенцева. Я всегда уверен в себе, я не боюсь получить. Такая натура у меня, что мне без разницы, буду я драться или не буду драться, но я никогда не испугаюсь. В третьем отрезке Рубин стал сам себе главным антагонистом. Два подряд удаления за выброс шайбы неминуемо привели к максимальным неприятностям. Сэр Арка повела в счете после броска злого гения сибиряков Эдгарса Сиксны. Но карагандинцы не на тех напали. Когда они уже видели победу, дверь к ней закрыл Карлин. Его бросок за 30 секунд до сирены перевел встречу в овертайм. Однако там подшефные Леонида Тамбиева все же сравняли счет в серии. Героем Караганды стал Леонид Метальников. Кто следующим примерит на себе эти лавры, станет известно 20 апреля, когда команды проведут в третий матч финала Кубка Владимира Петрова. В Институте физкультуры Тюменского госуниверситета состоялась 13-я межрегиональная научно-практическая конференция «Здоровье нации. Наша забота». Участие в симпозиуме приняли 40 докладчиков, среди которых не только местные студенты, магистранты и аспиранты, а также гости из Сургута, Екатеринбурга и Омска. В своих научных работах участники конференции поднимали насущные проблемы физического, психического здоровья, а также массового спорта. Углубились исследователи в обсуждении физвоспитания дошкольников. Мы с вами находимся на определенных позициях, которые должны сохранять, укреплять здоровье человека, повышать его двигательную активность с одной стороны, в то же время готовить резервы спортивные. Как это сделать лучше, как сделать так, чтобы люди, занимаясь спортом, сохраняли свое здоровье и в то же время добивались высоких результатов. Как сохранить высокую работоспособность в ходе соревновательной деятельности. Все эти вопросы требуют постоянного обсуждения, для этого конференции собираются. В ближайшем будущем углубить знания тюменцы смогут в Институте физкультуры по новой магистрской программе, название которой «Индустрия фитнеса и массового спорта». Руководителем проекта является ведущий профессор ИФК, доктор педагогических наук Ирина Манжелей. Эта магистрская программа обусловлена тем, что выходят новые государственные стандарты, и у нас есть возможность в этой программе соединить и научную деятельность, и педагогическую, просветительскую деятельность, организационно-управленческую. Люди, которые не имеют профильного образования сейчас, могут получить высшее образование уже по профилю, по физической культуре, участвуя на нашей программе. Ночно обоснованная программа пригодится на практике каждому инструктору и тренеру, работающим в тюменских и не только фитнес-клубах. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы, как и всегда, можете узнать на нашем сайте asenta.ru. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok